ребят всем привет маленький лайфхак как общаться с заказчиками бывают разные заказчики бывают разные исполнители да и в любой сфере примерно одно и то же я вот обратил внимание делая ремонт и сейчас это все очень очень наглядно сейчас это вижу и режет все это мне глаза и уши то есть когда ты ищешь исполнителей какой-то задачи любой покрасить стены снести дом снести дерево убрать его экранировать не суть ты общаешься с ребятами ты понимаешь что некоторые ребята очень бойкие такие прям себя в грудь стучат что все могу все сделаю сейчас там я сделаю по красоте денег много не надо на эти попадаются разные вот есть ребята которые видно что работают очень давно видно что реально профессионалы реально знают свое дело и почему-то ребята вот эти профессионалы никто пальцы веером не кида и общаясь с ними они почему-то дают больше времени то есть если человек который очень смелый потом начинается разбирательство почему он за два дня не успел или еще чего-то знаете сами знаете когда ремонт делаешь что например нужно вызвать сантехника он тебе обещает за два дня все сделает он начинает задерживаться поэтому у меня здесь уже плиточники задерживаются и все это идет комом только потому что я поверил этому человеку который как оказывается был таким балаболом да как бы когда человек не знает своей профессии он преуменьшает сложности и все мы сталкиваемся да все ребята которые вот меня смотрят с тем то что постепенно задача которые мы выполняем становится чуть сложнее и ребята давайте будем как по аккуратнее и когда заказчик говорит разговариваем просто озвучивает задача сложная но выполнимая если у вас есть точное понимание сколько у вас времени это займет даже в этом случае озвучьте плюс запас плюс 20 процентов да если там два дня скажите не 23 за три дня сделала клиента вы точно не потеряете ему неважно два или три то же самое мне мне важно чтобы вот мы с тобой договорились ты сделал и все да и в том же самом с деревьями ребят вот со многими общался и очень часто доделывал работу за непонятно за кем то есть приезжали ребята заказчиком до меня говорили фигня война все сделаем 5000 давай и все по факту потом оказывалось брали предоплату половину дерева спилили половину стоит самое сложное естественно там макушка и все ветки которые над проводами и все ребята пропадают с объяснением то то что ну завтра приедем или послезавтра приедем ну и клиент так на тебя смотрит вы представляете такие люди бывают добывают везде так и и особенно в ремонт сейчас вот поэтому общаясь с клиентом давайте запас больше в себе времени ему это неважно все нормально относится не два три не полдня а целый день главное в это время вписаться не надо кричать громких фраз что все умею особенно по телефону когда вы еще не видели объект не видели дерево да не надо говорить что все может много деревьев много объектов которые сделать крайне тяжело и я знаю кучу объектов за которые в питере не бралось десяток компаний да и отказывались и за любые деньги нафиг она не надо и правильно и делали да на самом деле а те кто пытался там уже чтобы было видно что дерево начато кем-то и не закончится ну знаете ребята потратили свое время и понятно что за это никто не заплатит вот это я про большие объекты которых по госконтракту но и короче быть проще так правильнее сказать будьте проще нормально с клиентом общаться если не надо никаких пальцев что я все могу все умею и наверное так будет легче договариваться да ошибся да если общаетесь с клиентами ну бывает ошибся по времени еще чего но у нас с вами только одна беда это нужно сроки соблюдать вот ну как-то так вроде все сказал про наболевшие мои вот эти ремонты в магазине если есть какие-то мысли идеи вы пожалуйста в комментариях пропишите но а так как обычно кому нужна снаряга мои координаты вот мой сайт адрес магазина санкт-петербург с . 77 неделю здесь уже ну как через неделю через день здесь уже начнет появляться товар но естественно за один день мы это все не сможем расставить поэтому неделю это займет где-то чтобы все ценники развести и будем вас ждать у нас вот ребят всем хорошего настроения хорошей погоды и жирных заказов